Приехали из Москвы, чтобы своими глазами увидеть, как устроены системы Иркутская ГЭС-компании «Эн-Плюс». У студентов «Ранхикс» интерес профессиональный, ведь они – будущие управленцы. На экскурсии по гидростанции ребята узнали, как производят чистую энергию. На новых же гидроагрегатах у нас уже новая система, более экологичная, более экономная, с помощью азота. Будущие профессионалы изучают эффективное распределение ресурсов, устойчивое развитие городов и образующих предприятий. Студенты задали десятки вопросов об устройстве гидроэлектростанции, как об источнике возобновляемой энергии. Просто потрясающе, потому что нам, как менеджерам, управленцам глобальными вызовами, это важно понимать вообще, как все работает, как управляются водные ресурсы, как поступает энергия в город. Нам очень важно было получить опыт, получить эти знания, так что мы в восторге в детском таком. Иркутская ГЭС является частью холдинга «Эн-Плюс». Студенты интересовались стратегическими приоритетами компании, проектами по охране Байкала. Им уделили особое внимание. Компания «Эн-Плюс» уделяет очень много внимания именно работой со студентами в регионах. Здесь у нас в гостях уже Московская Академия. Даже на московском уровне мы считаем очень важным рассказывать о нашем опыте, в том числе сейчас очень актуальные вопросы в сфере экологии. Для нас, как для компании, это не просто промышленная экология, которая в соответствии с законодательством, а все-таки свыше, потому что мы хотим обеспечить все-таки качество жизни в регионе достойное. Поддержка молодых кадров и развитие их компетенций – важная стратегическая задача «Эн-Плюс», которую определил основатель энергохолдинга Олег Дерипаска. Как отметили специалисты компании, подобный визит гостей из других городов не последний. Планируют вновь приглашать специалистов со всей России, чтобы обмениваться опытом. Дарья Макарова, Константин Синицын. Новости сейчас.